Не ожидала вас тут увидеть. Hello! Hello! Девочки из Таиланда! Я иду на массаж! Where are you from? Индонезия! Соксумо! Соксумо! А это, блин, массаж? Более массаж, да? Везде друзья! Везде друзья! Большая программа на 130-140 минут. Примерно. Сюда ходят, смотри. Рыбки. Ой, можно без меня. Сауна. Хамам. Скраб. Это просто пена. Короче, вот эта вся история. А плюс напитки. Плюс напитки. Плюс маска на лицо. И вот это все дело стоит 180 лир сейчас человека. 140 минут это сколько? Больше двух часов, да? О, класс! 60 минут. А, массаж 60. Предлагаю сегодня расслабиться. Я вас приглашаю всех на массаж. Я так поняла, что дети бесплатно. Это массаж входит туда? Нет, смотри. Дети, он сказал, им сделают вот эту вот пену, и им сделают рыбок. Ну, класс. А просто остальное они не хотят. Тема в сауну хочет. Им скребит. Нет, ну это понятно. Но он в сауну зайдет, он просил два дня. Ну да, можно попробовать. Вот. Ну, в общем, вот такое. Это прямо у нас в отеле. Прям никуда ходить не надо. И я на самом деле пришел на запах. Тут безумно пахнет. На счастье. Не знаю. Может быть. Может быть. Что смело? Баблгам? Нет. А, ароматическое масло. Вау. У тебя все продолжается фотосессия. Никак не поймут, что на красном цвету это как-то не очень. Девчонки с Бали приехали работать. Представляете? Потому что работы-то нету. Вот мы все тут и встретились. Мы вечером увидимся. Скажи. Си ю. Почему они такие? Все. Я хочу заболеть. Почему Тему ущипнули за попу? А меня нет. Потому что это не тайки, а балики. Пойдемте кушать. Как в Москве в июле. Ну, не в этом году, а в июле. Просто в этом году я как бы сезон удался. Жара была, да. В Москве было все хорошо. Поэтому, а здесь тихо, спокойно, классно. Никого нет. Ни жарко, ни холодно. Ну, знаете, вот прям нет туристического духа сейчас. Вот прям сразу с первых минут ощущается. Посмотри, что на рынке продают. Пуховики. Непривычно, да, это все? Шанель, главное, на месте. И Луис, этот Войтон. И как раз рюкзак порвался. Шанелевский. В этом отеле. В этом отеле. Да, мы помним еще, когда тут весело было. Это Ривера Зен. И Ривера Зен. И здесь, когда мы тут были, жили, здесь всегда было. То есть у меня здесь было весело. Стояли столики, я помню, зонтики. Все закрыто. Ну, то ли сезон закончился уже, то ли он... Не все отели получили одобрение вот это. Не все открывались, поэтому сейчас сложно сказать. Так, чем нас кормят в Анталии? Чем нас кормят в Анталии, вы знаете. Там все так вкусно. Чем нас кормят в Алании? Зашли вот в кафе. Много всяких кафешек. Блюдо мое. Детки уже съели все. Папа заказал мяско. По-моему, это самое прекрасное блюдо, которое было. Вот. Турецкая сковородка. А у тебя, баклазан с парфом. Я недавно ела такую вкусную сковородку. Вот, честно говоря, вот те кафе, которые мы прошли, они как-то отличаются от тех, к которым мы привыкли в Анталии. Там больше такое турецкое, как-то преобладает. Тут пидешки вот это всякие разные. А здесь больше, ну, вот, фрей, я не знаю, ну, больше кебаб. Ну, вот это вот самое традиционное, что мы нашли, наверное. Ну, такое себе. Пока мы не очень довольны и долго. Ну, суп едят. Поедим суп и дальше пойдем ознакомиться с окрестностями. А я заказала вот новое для себя. Хотя, как-то мы что-то подобное делали дома. Баклажан фаршированный говядиной. Хочется попробовать, конечно. Баклажан. Действительно вкусно. Слушайте, вот хозяйкам на заметку, если вы не делали... Мы делали такие, типа, раньше когда-то я делала один раз, объелись так сильно. Сосиски туда, как хот-доги. Короче, в баклажан можно нарезать все подряд, запечь, и получается очень вкусное и без хлеба, и жутко сытное блюдо. Мы делали с сосисками. Кстати, с фаршем вкуснее. Тут фарш, лук, собственно, и все. Ну, в общем-то, мы перекусили, идем на пляж. Мы зашли в такую, как бы, средний ценовой сеглен кафешек. Обычно на улице не ресторан просто, не фастфуд, но... Ну, такая, местное кафе. Тысяча шестьсот рублей, вот все, что вы видели, да? Там три супа, что-то там еще. Короче, сто шестьсот лир у нас получилось, сто шестьсот пять. Вот. Ну, не знаю. Как ты считаешь, если сравнивать с анталийскими ценами, они больше, меньше? Ну, я так вижу, так плюс-минус одно и то же, да? Ну, да, нет, то же самое, просто совсем раз на подход. Ну, да, в Анталии, конечно, поприятно. А вот новинка, когда... Ну, как новинка для нас. Мы, когда здесь были последний раз, это было, напомню, пять лет где-то назад примерно. А вот этого еще не было. А это уже Алания, Телефирик, короче. Видимо, на крепость, куда-то на гору вверх, телепорт, как говорит Евгений. Ой, я даже не знаю, идти ли нам на пляж или телепорт на завтра. Как делать, ребята? Как, как? Ладно, идем на пляж, потому что без интернета что там делать на телепорту. Идем на пляж, а завтра телепорт, окей? Вот, собственно, то, ради чего мы приехали именно на это место. Это лучший пляж в Сия-Аланье для Патра. Очень нравится. Ну, тут волны такие большие, но это, наверное, они когда-то небольшие. Ну, пляжик там нормальненький. Вот такие беседочки есть. Вот такие классные беседочки есть. Можно... Они за деньги или нет, не знаю, но... Они за деньги. Вот такую можно взять и тут загорать. А еще тут есть всякие зондики маленькие. Вот такие есть. Ну, и большие, и маленькие есть. Ой, кстати, вот эту зонтику я слажу. Флаг. Обстановка на пляже. Практически никого, ну, мало людей. Кстати, я не помню, что когда мы отдыхали, было очень много людей. Потому что пляж Далиния очень-очень-очень большая, широкая, песочная. Почему не купаются, непонятно. Я хочу вот сейчас раздеться. Чувствую, море похолодало. Волны, конечно, такие мощные чуть-чуть. Буду искать, где помельче. Пойдем попробуем его. Ну, кто-то должен же это сделать. Майкл! 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 Короче, я так понимаю, не судьба, да, сегодня поплавать? Слушай, такая теплая вода, а что они меня пьют? Нет, я завтра точно приду утром. Утром не бывает таких волн? Слушай, ну, непогода была вчера, с утра. А может быть, тут всегда бывает. Что знаешь, когда не знаешь, что там дальше, и никого нету, если на своем пляже мы уже как-то освоились, то там, я не знаю, может, там Макула сейчас ходит туда-сюда. Где эти? Понаехал овцы из Анталии. Да, песочек, конечно, очень мягкий и приятный. Что-то там все кричат, папа пошел в волну. Вот. Ну и достаточно чисто. Слегка добычковато, в целом неплохо. Набережная здесь тоже такая же классная. Хочу сказать, как у нас все время. Мне она очень нравится. Вот эту площадку, когда еще теме полтора года было, мы присмотрели. Удивительно классно она сохранилась. Ну, наверное, ее, конечно же, реконструируют. Ну, блин, она такая крутая. Правда, летом здесь столько народу, что просто невозможно проконтролировать своего мелкого. Тут красивые фонтанчики были с подсветкой. Может быть, они уже не работают в октябре. Ну, было тут все очень красиво. И тоже все бегали, детки, вечером, когда мы раньше были. Все так пахнет осенью, осенью. Но все равно мило, уютненько. Что, кто тут со своим снегом все? Кстати, восемь лир снег. И у нас кафешечка. Он как-то еще называется, как-то по-правильному. Но не знаю. Это обычный лед. Ну, пока жарот. Ужас. Это обычный лед, который... Это... Я только увидела лед, как в нашей морозилке. Очень сильно приморозился. И его, это тот же лед, только его покрасили в синий. А у меня. Вкусный синий краситель. Идем домой и выбираем себе на завтра транспорт. Какой он будет. Но это сильно для нас малое круто. А вот эти тарантайки как раз давно нуждаются в испытании. Да, Дариначка? Один час... За один час хотят 10 долларов. А за весь день мы договорились за 300 лир. Короче, 3000 рублей на сутки. Эта штука 55 километров проезжает без зарядки. Заряжается электричеством. Ну, наверное, ее поедем бы испытывать. Наверное, не будет видно, но из нашего прекрасного отеля видно и крепость, и фуникулер, которые подсвечены. Вообще, шикарно, конечно, время вечера, но, к сожалению, не для камеры. Ну, не для нашей, по крайней мере. Можно в кино где-нибудь посмотреть, как это все выглядит вечером огонь. Мне очень нравится выбор нашего места. Ну, что тут отели простые, но зато у них местоположение. Основное, смотрите, местоположение, что ближе к пляжу, ближе к крепости. Тихо, не убивай меня. Дети, дети, дети. Буйно помешанная. Лих очень агрессивно себя ведет. А мы идем. Та-ра-ра-ра-ра. Так, Дарина сказала, на операцию. Дариш, куда мы идем? На процедуры. На процедуры. На какие сейчас? Зашли в магазинчик за шампунем. Ну-ка покажи, что там тебе уже выдали. Нормально. Нормальный сервис. А у меня целая история. Я хотела сказать спасибо, но сказал я мараба. Сказал привет, да? Ага. Ну ничего, потом поправился. А как будет спасибо? Расскажи ребятам, они не знают. Спасибо. О, молодец. Баня. Не просто баня, у нас будет, по-моему, два с лишним часа. Я не так не могу сосчитать, что это было. Ну, пробелы. На тематике. Ну, по-моему, больше двух часов. Что там за крики? Что там происходит? Что происходит, ребята? Мы поселились, мы верили кусту. Мы еще казались. Ну? Очень странные чувства вызывали. Ну, честно, я первый раз с рыбами в бассейне. Какое себе мероприятие? Ну, по-моему, они все перекинулись на тебя. От меня ушли все рыбы. Глянь на своему. О, от меня ушли все рыбы. Они реально сначала на мне все были. Да какие-то присоски, а жирные такие, да? Прям подходит. Я не могу, это терпеть. Я не могу, это терпеть. Я не могу, это тоже не выдержала. Покушайте, я не могу. Покушайте, пока я тут сижу. Я упущу. А, они накинулись на мои ноги. Да, вот видят мои ноги. Я видел. Это очень риск, конечно. На меня тоже так накинут? Слушай, интересно, а если таких будет рыб очень много, они могут человека съесть что ли? Они питаются отмершими клетками только. Вот им нравятся вот эти вот все пятки. Не знаю, у меня нет отмерших клеток, а они меня живут. Они живот тоже едят или только ноги? Я просто не хочу, чтобы его взводы. Нет, не едят в попу. Да, едят. Ой, главное, чтобы дальше они не зашли. Дальше, дальше. Все вышли, мне было так щекотно. А я боялась. Я вообще не мог. Дело в том, что я вот как встал в таком положении, опустился, на меня накинулись эти рыбы. Я шаг боюсь сделать. Так они по тормейкам на тебе и сидят, а... А я не хочу, чтобы они... У меня клят бедры. Что вкусного в моих бедрах? Короче, такое себе удовольствие. Я не знаю, может быть, кому-то это нравится. По мне так, честно говоря, знаешь, как бы по ногам кишат какие-то, как змейки, что ли, или что-то такое. Смотри, вот оно ползает. Не могу сказать, что я кайф от этого получаю. Да, совсем наоборот. Короче, зачем вы мне на попу летите? У меня есть столько разных частей тела. Я не понимаю вот эту ставлю. Вот, я вижу. А что у него руки у него? Вот руку с прождением. Маникюр. Его? Они вообще не хотят ничего от меня. Так они меня жрут. Не, пошла одна на ногу, попробовала и отшарахнулась. Ты что? Ну, потому что... Стой! 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 Знаешь, я думаю, что ты же пользуешься всякими там маслами или скрабами. Может, это им не нравится. Вот у меня, допустим, нет ничего такого. Ой, посмотри, какая там колба. Нет, я же помнилась перед свиданием. Что? Вам сегодня? Да. Вот они именно бедра едят. И этот самый... Я стоял когда, а они меня, получается, ну, ступы не трогали. А сейчас я просто ноги на весу держу, и они теперь это... И такое ощущение, как будто током. Маленькие-маленькие разрядики, короче, по всему это. И вот когда ступни, они вот это, что там, едят или что-нибудь делают, кусают, щипают... Это такое... Здесь большие подплывают, это прям неприятно, зараза. Крупные какие-то рыбы прям... Вот эти маленькие так себе, а вот эти прям такие... Палец не откусил меня. Ладно, следующая процедура. Хамам теперь у нас будет, но мы туда не берем, да. Мы вас туда не берем, сейчас придем, расскажем. Мамчик, нам принесли еще и водичку, а теперь после него не поверите, куда мы идем. Неужели в сауну или в русскую баню? В сауну? Да ладно? Там как прохладно, мне кажется. Есть баня в баню, что ли? Ну да, у нас обычно придет бассейн. Короче, сауна, не знаю, что-то вообще не зашло, она у них не работает, что ли? Или мы что-то не поняли, в чем ее прикол? Ну да, там типа пахнет хорошо, она стоит на 37 градусах, как бы, ну вообще... Хорошо охлаждает после... Да, ну вот эта штука эффективная, хамам прям вообще огонь, огнище. А вот что-то с сауной, либо там что-то не так, либо они просто не в курсе, что нужно сауну как бы тоже кочегарить. Еще что-то есть. В общем, они настаивают, что ее можно как бы раскочегарить, типа подливать, но мы-то знаем, что такое саура. Как бы я четко понимаю, типа 5 минут и она нагреется. Ну нет, не нагреется, это точно. По крайней мере до той температуры, к которой мы привыкли. А с 37, ну как бы, ну посидеть, почувствовать запах, окей. Ну вот просто, чтобы, да, для примера, вообще ноль, ничего не происходит. Ну вот там, да, чуть-чуть как-то, да. Ну вот Даришке, например, нравится. Да, Дариш? Да. Это ее температурный режим. Потому что тут тепленько. Да. Ну мы посиди туго. Мы посиди высыхать. Ну я же вижу градусник, 37 градусов. Тут она спал по сути, и я ничего не видела. Артемий тут решил высказаться по поводу сауны, ну давай. А это не так горячо, как там. Скучно? Скучно? Угу. А там весело было? Там очень кипяток. Ну там, по крайней мере, эмоции какие-то были, здесь никаких. Здесь вообще просто лежи и лежи. Ну тут запах есть какой-то, да, приятный. Может нас тут накуривают чем-то, как вы думаете? Запах, он и не дерево даже, на самом деле. Запах... Не знаю, какие-то, вот как типа болезни какие-то, может быть, зелья. А я заметил какой-то запах. Честно говоря, я тут на самом деле замерз. Дети пускай сидят греются, а я пойду туда. Ну это не серьезно, ребят. 37 там, даже около 40. Какая-то... И то их нет, как бы. Это все у нас на термометре, как бы, да, написано, но по факту их нет. Пойду обратно в хаман. Мои главные, тот самый камушек красивый. Вот мама, который мы не знаем. Вот это здесь симпатичный. Да, тепленькая. Это была самая приятная, да, Дарусечка, процедура. А сейчас мы идем намастазы. Намастазы идем. Теперь нам принесли вот такой зеленый чай. Яблочный. Судя по всему. Юпи. Да, конь? Как ты считаешь? Или ты предыдущий посетитель, который выпил тогда? Прекрасный напиток. Турецкий хаман – это крутая штука, согласен. Вот уже можно, да, немножко сравнивать. Ну как два раза уже сходили, уже можно первый со вторым, по крайней мере, сравнить. И я что хочу сказать. Турецкий хаман – все классно. Но когда его делают балики, это вообще, это другая тема совершенно. То есть здесь даже может быть не в полной мере турецкий хаман, каким он должен быть. А вот этот турецкий хаман с болинет, с вот этим вот массажем. И вот какие-то, да, точки, я не знаю, там. То есть мы пришли, нас такие тетки грубо взяли, натерли, намыли. Ну то есть, грубо говоря, мы тогда вышли с ощущением таким, просто нас намыли. Ну то есть вот, все, помыли. Отлично, хорошо помыли. Здесь, ну ты действительно кайфуешь. Как-то зеленый чай принесли. Может там вот эти вот цветочки балийских подмешать, конечно. Как варик. Ну это я шучу, конечно же. Вот. Ну просто само отношение балики, они… Ну вообще, в принципе, да, азиаты, массаж это же как бы, ну, наверное, вот эта тема вот именно такая вот. Это релакс, расслабляющая, да. Что Таиланд, что Бали там, что… Вот. Ну не знаю, мне нравится. Ну по крайней мере здесь мне понравилось больше немножко, чем там. Ну как бы там и программа была другая, вот. Но здесь, как бы, какой-то релакс реально. Там чисто, здесь релакс. О Григори хотел сказать. Почувствуй балийскую любовь. Вот встретил балийку, все. И чувствуешь этот поток бесконечный. Ах, и говорят, next time, говорят, пойдете в Бали? Мы говорим, да, конечно пойдем. И вы тоже пойдете. Потому что там у нас своя атмосферка. Там в раю все по-другому у нас.